итак разобравшись со спинкой с таким сложным жизненным с такой сложной жизненной ситуации мы с вами вернемся к самому началу этой эпопеи то есть в самом начале нам Мария показала вот такое платье какое она хотела бы сшить да что у этого платья есть у этого платья на полочке есть вот такой подрез под грудью как я вам уже и говорила очень оправдан для такого типа фигур если вот эту часть я бы делать не советовала то вот это нам надо делать нам делать очень даже хочется потому что она как раз подчеркивает давайте это смоделируем из нашей исходя из нашей базовой конструкции из того что у нас есть как это сделать конечно нам понадобится калька конечно мы на каречку переводим с вами серединку передней половинки работаем только до талии работаем до талии и так мы здесь сразу намечаем я хочу здесь идти вот так куда у нас впереди будет шовчик впереди будет у нас застежка так это у нас вы . но эту вы . должны перевести вниз под грудь для этого нам нужно определить уровень вот этого подреза вы подходите к зеркалу измеряете это расстояние допустим высота груди у нас 30 сантиметров значит вот это расстояние до подреза будет но где-нибудь я не знаю 36 сантиметров может быть 38 сантиметров может быть то есть вы должны его на себе определить когда вы его на себе определите вы начинаете его естественно откладывать в том месте в котором и определяете от точки а вниз ну и например вот на этот уровень давайте мы его выберем вот здесь в уровень этот выберем вот здесь линию эту нарисуем просто прямую вот так да теперь измерим расстояние до талии отложим от талии вверх и продолжим эту линию параллельно линии талии вот сюда нижняя часть нас не интересует потому что вот это все останется а то что выше вот этой линии мы сейчас вырежем мы ее наметили и по вот этой новенькой линии по намеченному подрезу под грудью мы это вырезаем обратите внимание здесь мы как бы схлопываем вот эту нашу остаточную часть вверху вытачки но тут две два вопроса непростых сейчас мы их решим оба последовательно с вами первую очередь мы вырезали горловинку как есть хотя нужно было сразу ее углубить давайте ее сразу углубим для этого подходим к зеркалу и измеряем от еремной впадинки вот сюда ну и давайте пока расширять я ее не буду потому что вы например очки вот это все наденете на себя да и расширите вот эту горловинку по плечу настолько насколько хочется я пока не буду расширять просто чтобы это очень элементарно делается не усложнять каких-то сейчас не загромождать нашу историю вот мы перевели на кальку теперь мы нам нужно получить драпировку где вот здесь вот внизу нам нужна драпировка значит из центра груди мы вниз опускаем перпендикуляр опустили по нему разрезали и старую вытачку аккуратненько закрыли 1 и 2 такого натворю что сама иногда где брев какие-то вас уведу вот посмотрите сейчас у нас появляется вот эта самая драпировка и у нас присутствует здесь вот эта величина которая нам не нужна которой нет вот здесь вы можете конечно и продлить вот эту линию туда и работать только с серединкой а тот бачок пойдет дальше мы будем корректно на этот раз сделаем то что там нарисовано у нас поэтому что нужно сделать нужно вырезать вот так по этой стороне и как бы параллельно вот так вот сдвинуться посмотрите сдвинулись параллельно на эти два сантиметра осталась маленькая маленькая вытачка мы эту вытачку тоже что переведем конечно сборку и все и вопрос очень корректно у нас решен сейчас я приклею чтобы вам было видно вот смотрите что получилось мы схлопнули пройма у нас вернулась как говорится на круги своя у нас осталось еще вот это вот малюсенькая вытачка вот она маленькая вытачка да но она тоже перейдет посадку и наша окончательная картинка будет выглядеть вот так верха раз плечика 2 2 я потом обведу потом вот сюда вот мы уйдем проймочка поехала у нас так сюда так и вот это все у нас уходит вот так это будет для верхней детальки сейчас мы ее изобразим раз здесь я умалчиваю о том что вы добавите сюда полузанос прямая линия пойдет на плечики потому что вам нужны будут пуговички и планочка скорее всего будет здесь приточная это наша пройма вот так сюда и вот тут будет у нас сборочка на какую величину эту сборочку нам нужно будет собрать сейчас мы это посчитаем значит у нас была линия нарисована возвращаемся к нашим к нашей истории вот так значит здесь мы шли сюда а вот на боковом шире мы шли сюда нижняя часть как выглядела она выглядела у нас вот так так это центральная часть и красненьким карандашиком мы рисуем с вами так вот боковую часть вот так боковую часть там и рисовали сколько сантиметров у нас длина 17 вытачку пропустили 25 значит вверх внизу у нас 25 значит вот здесь наверху мы должны тоже собрать на 25 сантиметров вот так отрезая по найденной линии еще раз повторяю должны подойти к зеркалу померить себя вот на этом уровне выбрать его и уже его откладывать очень часто мы применяем с вами дополнительные мерочки вот такая у нас получилась история если мы хотим сделать лиф на платьице вот такой ну и дальше на платье видите нет этих рельефов до конца они заканчиваются вот в этом месте имеете право так надеюсь так построить попробовать все правится если ткань мягкая повторяю то и будет и вот этот вариант тоже хорошо все мои дорогие на этом разрешите с вами попрощаться ставьте лайки подписывайтесь на мой канал задавайте вопросы присылайте свои технические задания оформленные по всем правилам так как я это прошу делать у вас всегда хотела его вот она техническое задание да и тогда мне будет понятнее и легче решать вашу задачу помогать вам решение ваших задач до новых встреч всегда ваша галина колоненко